Ну что, готовы к экспериментам? Да, любимые мои, золотые мои. Вот я буду настаивать на том, что я предлагаю. И мы сегодня будем готовить творог. Наши замечательные народы, народности, национальности, у которых есть крупный рогатый, мелкий рогатый скот, где есть много молока в этих хозяйствах, они-то это делают ежедневно и не едят. Вот это вот что-то такое, называемое творогом, из которого сырники сделать невозможно. Для того, чтобы приготовить творог в домашних условиях, нужно сквасить молоко. Это не кефир, это просто кваша или простокиша, как ее называют. Нам понадобится 1 литр сладкого молока, так называется молоко не кислое, и 1 литр кислого молока, то есть простокваши. Значит, в варианте наших предков творога два вида, ежегей и еремшик. Что такое ежегей, я вам сейчас покажу. Это литр молока сладкого, то есть сырого. Выливаем в кастрюлю, так чтобы у нас кастрюля была объемом не менее 3 литров, потому что у нас 2 литра жидкости. 1 литр молока сырого и 1 литр молока сладкого и 1 литр молока кислого. Для того, чтобы все получилось правильно, нужно это молоко довести до кипения. Я включила плиту на самый большой огонь, и теперь это молоко должно закипеть. В момент, когда это молоко поднимается шапочкой, нужно влить молоко сквашенное вот туда одним бульком желательно. И для того, чтобы процесс регулировать, нужна шумовка. Это вот такая штука, называется шумовка. Пока молоко закипает, пока у нас все приготовлено, больше ничего не требуется, мы должны с вами понимать, что другой творог, который называется еремшик, там используется в двух вариантах. Либо 2 литра молока сырого и 1 литр сквашенного. Либо наоборот, 2 литр сырого и 2 литра сквашенного. Вот в этом его прелесть. Сейчас мы будем делать один к одному. Это ежегей будет называться. Мы на всякий случай опустим туда друшлаг, ну так, на всякий случай, потому что присутствие вот такой металлической штучки на дне будет как-то замедлять процесс вот этой вот поднятия шапки. Молоко не должно убежать. И мы должны помнить, что как только шапка начнет пениться и подниматься, в этот момент нужно вылить вот эту простоквашу. Я называю правильно. Все, начинает молоко двигаться в кастрюле, пошел порог, значит, процесс идет достаточно интенсивно. Смысл в том, чтобы свернулось вот это молоко от присутствия простокваши. Нам же надо вот эту сладость сюда ввести, в это кислое молоко. Понимаете меня? Это все не так просто, но это очень вкусно. Так, пошла шапочка вверх, 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 вверх. Так, 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 все, выливаем вот так вот. Вот как это нужно сделать. А теперь, не сбавляя нагрева, мы должны аккуратненько этот процесс регулировать. Смотрите, потихонечку, вот так, чуть-чуть, вращательными такими движениями по кругу. Сейчас свернется все молоко. Жидкость, которая отделится, ну, если это, конечно, настоящее молоко, она должна быть такая голубовато-зеленоватого оттенка. Вот, оно становится очень густым. Вот это, вот все, что у меня в кастрюле. Вот, вы знаете, чтобы сквасить современное молоко, иногда не удается сделать это даже хлебом. Я не знаю, почему. Жирность полтора процента молоко не сквашивается. Это что там, стабилизаторов настолько много, что этот процесс невозможен, что ли, без вмешательства, например, дрожжевой палочки, да, в хлебе. Вот меня это всегда просто убивает. Да, это у нас хлеба, корочки, которые я вводила, потому что я за два дня сделала простоквашу, ну, пыталась сделать, но у меня получилось только вот через двое суток. Не знаю, почему и стояло все это в тепле. Ну, вот, смотрите, вот не скручивается в большой колобок. Не знаю, по какой причине. Вероятно, что здесь присутствует либо сухое молоко, ну, либо искусственное какое-нибудь. Хотя на пачках ничего такого не заявлено. Но это не важно. Отделения уже больше нет, цвет больше не меняется. Мы все это выключаем, дадим остыть. Но если у вас получился все-таки колобок, да, и вы отсыдили жидкость всю эту зеленовато-голубоватую, то, значит, творог у вас получился, чему я очень рада. Я убираю с огня, потому что нагрев более чем достаточный. Я рукой чувствую, пальчики уже не терпит. И мы отцы... Видите, вот она жидкость. Это правильно, раз она такого цвета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова